Хочется сказать спасибо нашим болельщикам, которые сегодня поддерживали всю игру и давали нам какой-то дополнительный заряд энергии, потому что, опять же, сложный график, да, все жалуются, все это обсуждают, но нам нужно делать свою работу, выходить и просто играть свою игру. После сложной игры с Криумрогом, да, некоторые игроки подсели, нужно было, два игрока травмировались, нужно было выходить и дополнять что-то в нападении, что-то в защите, давать какой-то дополнительный ресурс. Что насчет игры, справились хорошо, мы в первой половине сделали отрыв, у нас было преимущество, по-моему, 17 или 16 очков, что дало нам какой-то, можно сказать, гандикап во второй половине, но во второй половине мы плохо справились с Волкером, который просто доминировал сегодня в нападении. Мы вроде меняли защиту, но он забил очень сложные броски и составил нам некоторые проблемы. Соответственно, мы через две недели играем опять с этой командой, эта команда домашняя, и я думаю, будет совсем другая игра, нам нужно будет, может, какую-то поменять тактику насчет Волкера, и я думаю, что команда справится с этим. И мы выиграем у них на выезде, опять же, это будет совсем другая игра, но нам нужно сейчас отдохнуть и готовиться уже 4 числа к Запорожью. Я думаю, что мы контролируем все время, от первой минуты, у нас есть много усилий и усилий, я думаю, что в вторую половину мы не могли, чтобы бороться, чтобы продолжить, но в целом, вы знаете, это 5 игры в 9 дней, что-то такое. Это хорошо, что мы победим, и сейчас мы будем отдохнуть за 36 часов. Это хорошо. Мы начали хорошо игру, мы контролировали игру, в принципе, с первых минут матча, во второй четверти мы добавили немножко силы и агрессии, это нам помогло увеличить результат и придало уверенности для продолжения игры. Пятая игра за 9 дней, это очень тяжело, нам нужно немножко передохнуть и готовиться к следующей игре. Это действительно хорошая игра. Если смотреть по показателям в нападении, в защите, в подборах, мы сделали 26 асистов, я бы не назвал, что это, в принципе, была хорошая подготовка к команде Тенерифы, так как это абсолютно разные команды. Но, тем не менее, мы по всем направлениям очень хорошо сегодня сыграли. Дякую, будь ласка, за игру, она была немного тяжкою для нас, дякую болевальникам, которые однозначно смотрели и поддерживали нас. Это очень важно для нас в данный момент, когда карантин по всей Украине, майже красная зона. Я знаю, что вы дивитесь, так что дякую. Что еще сказать по игре? Мы програли, не выполнили все постановы тренера, уже не в первый раз. Когда мы играли по постановам тренера, мы играли, как нужно. Грали, догнавали, так таки. Грали добрую игру, до конца всю атаку и завершали успешно. Адже, если мы будем играть свою игру, мы не сможем поддерживать весь темп на максимальном уровне. Поздравляю команду «Прометей» с победой, в первую очередь, с заслуженной победой. Особенно в первой половине игры, во второй четверти, особенно, слишком начали спешить, принимать неправильные решения. И дали команде «Прометей» получить уверенность в быстрых отрывах. Мы прекрасно знали, что это их самая сильная сторона. И установка была не спешить играть спокойно. Но, увы, каждый по пару раз поспешил, сделали ошибки, дали им преимущество. И они этим очень грамотно воспользовались. И потом уже начали, после первой половины, после собрания, начали выполнять те задачи, которые мы ставили, и игра чуть-чуть выровнялась. Но, еще раз повторяюсь, чтобы выигрывать у таких команд, мы должны, как минимум, все игроки, которые выходят на площадку, выполнять строго планы игры. И всем надо сыграть хорошо, уверенно, чтобы победить. Но сегодня этого не случилось. Хочется вам задать вопрос вне по этой игре. Сегодня вы сыграли с 11-м соперником Суперлиги, завершили первый круг. Как вам нынешний уровень украинской Суперлиги? И какое место в ней, за какие позиции, как вы думаете, может бороться в вашей команде? Уровень наверняка вырос. Я думаю, за последние годы все команды, я думаю, что усилились в этом году. Ну, за какое место, нам, конечно, тяжело предполагать. Но, в принципе, игра показывает то, что когда мы в полном составе, в полном боевом готовности, то, в принципе, мы можем играть на равных практически со всеми командами. Да, может быть, есть какие-то небольшие исключения. Но у нас в этом сезоне, в принципе, мы сыграли в полном составе, по-моему, одну игру, самую первую. Потом люди получили травмы, вылетели и так далее. Поэтому это, конечно, очень сильно на нас сказывается. Будем в полном составе, сыграемся. Я думаю, задача быть тяжелым соперником для каждой команды. И, конечно, выигрывать. Но конкретное место я, конечно, не зову.